Воздушные силы ВСУ испытывают украинский аналог российских авиабомб с унифицированными модулями планирования и коррекцией, сообщает портал Милитарный. Как видно на видео, опубликованном в сети, носитель боеприпаса Су-24М, который ранее уже адаптировали под новые европейские крылатые ракеты типа «Штормшедов». Можно сделать вывод, что речь идёт об авиабомбе свободного падения, на которую установили навесную конструкцию. Благодаря этому обычную бомбу превратили в управляемую. Тем временем Германия вместе с Данией и Нидерландами готовится передать Украине 77 основных боевых танков «Леопард». Об этом со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса сообщает Шпигель. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал на авиабазу «Рамштайн», чтобы принять участие в заседании контактной группы. Там украинский лидер заявил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, потому что Украина стремится завершить войну. «Одновременно с нашим продвижением в Курской области российская армия продолжает наступление в Украине. Наиболее боеспособные подразделения российской армии задействованы в расширении зоны оккупации нашей территории в Донецкой области. Это чёткий выбор Москвы». Зеленский отметил, что диктатору нет дела до своего народа. «Путин больше хочет оккупировать Украину, чем гарантировать безопасность для России. Ему нет дела до российской земли и народа, он просто хочет захватить как можно больше нашей земли и наших городов». Как отметил глава государства, Путин уже пролил столько крови, что на её фоне попытки России провести красные линии просто не срабатывают. «Вместо этого нам нужно держать наш боевой дух высоким, чтобы миром правили наши общие ценности, а не красные линии, пропитанные кровью. Мы должны поддерживать наш дух и выдержку, чтобы мир жил по правилам, руководствовался законом и гарантировал безопасность для всех нас, для всех народов. И каждая операция, которая способствует этому, заслуживает вашей полной поддержки». Президент добавил, что украинцы хотят спасти свою страну, а Путин одержим завоеванием территорий. «Ему нужны наши города или руины, которые от них останутся. И именно поэтому нам нужна сила. Мы должны заставить Россию искать мир. Мы должны заставить российские города и даже российских солдат задуматься над тем, что им нужно – мир или Путин. И подтолкнуть их к выбору мира вполне реально». Как напомнил президент, Украина воюет с минимумом вооружения. И важно, чтобы каждый пакет обещанной помощи попадал на поле боя без всяких проволочек, потому что от этого зависит ход боевых действий в Донецкой области. Кроме того, Зеленский призвал партнёров предоставить Украине разрешение на нанесение дальнобойных ударов вглубь территории РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова